Сбытовой кооператив. Что это и с чем его едят? Где в округе можно попробовать югру на вкус? Гастрономический туризм в югре. Правда или вымысел? Сегодня об этом в нашей программе. Сделано в югре. Югра – край с богатой историей, своими традициями, коренными народами и, конечно, экологически чистыми уникальными продуктами. Рыба, ягоды, творог, грибы, оленина, кедровые орехи, шоколад, овощи и соки. Это далеко не полный список продуктов, которые сегодня производятся в югре. Продукты изготовлены вручную, с любовью и с особенным сибирским гостеприимством. Рыба, ягоды, творог, грибы, овощи и соки. Магазина торговой сети сельскохозяйственного потребительско-сбытового кооператива «Ермак Агро». Уникальный агромаркет расположился по адресу улицы Калинина, дом 26 в Ханты-Мансийске. В этом магазине будут представлены товары наших местных производителей. И под брендом, который, вы видите, от меня с левой стороны, от вас с правой стороны, сделано в югре. А это значит качество. Качество можно не проверять. Им нужно сегодня пользоваться, и этот бренд будет присваиваться всем, кто будет участвовать в этом направлении, кто будет именно подтверждать то, что этот товар сделан в югре, товар сделан качественно, товар нашел отклики у своих потребителей. Под крышей агромаркета расположилась продукция предприятий из Сургутского, Нижневартовского, Ханты-Мансийского, Кандинского и Советского районов. У нас с момента открытия присутствует 10 сельхозтоваропроизводителей Югры в данном корпоративе, в нашем Ермак Агра. Планируется расширение. Наши двери, в принципе, всегда открыты для новых сельхозтоваропроизводителей. У нас созданы условия, и в цели нашего корпоратива прописана не только помощь в сбытии местным сельхозтоваропроизводителям, но и помощь в маркировке товара, помощь в установлении правильной розничной цены, помощь в упаковке товара. Когда возникла идея и вообще движение началось с создания кооперативов, естественно, мне как производителю дикоросов было сделано предложение вступить в этот кооператив. Естественно, я согласился, потому что как производитель продукции у нас сейчас одна задача – сбыт, сбыт, сбыт и еще раз сбыт. Для завода по переработке дикоросов из Кандинского района Ермак Агра – это качественно новый рынок сбыта, который для предприятия был просто необходим. Ведь компания «Регион Ка» за год изготавливает около 40 тонн ягод и грибов. Большинство местных товаропроизводителей действительно отмечают, что легче выходить на рынок сбыта не поодиночке, а вместе. Особенно небольшим компаниям, отдельным крестьянам с маленьким поголовьем скота или почти домашним семейным производством. Молодые сыровары из поселка Барсово только год на рынке Югры со своей уникальной продукцией. Но уже поспешили принять участие в кооперативном движении Ермак Агра и нисколько об этом не пожалели. Я думаю, что потребительский кооператив Ермак Агра – это нечто, будем говорить так, в положительном смысле этого слова. Для нас это очень многое значит. Мы, как молодой производитель, работаем на рынке год. Для нас существуют небольшие трудности, но существуют выходы на рынок, особенно региональные. Наше производство находится в Сургутском районе, поселке Барсово. А Ермак Агра, наши партнеры, находятся в Ханты-Мансийске. Первый магазин, который открылся, это в Ханты-Мансийске на колене 26. Мы сразу же стали с ними работать. И таким образом мы получили выход на город Ханты-Мансийск, на потребителей Ханты-Мансийска. И сегодня на ярмарке мы говорим, что жители Ханты-Мансийска смогут найти нашу продукцию на полках магазина Ермак Агра. Вот этот кооператив Ермак Агра, он сегодня будет с бытовой, заниматься с бытом. Соответственно, люди, которые работают в селе, они уже будут заниматься больше производством. А задачи реализации уже уходят на кооператив. Продолжение следует... Оленины из Казыма, рыба из Излучинска, молоко из Урая. Первые месяцы работы. Такой удачный старт совершенно нового для Югры проекта. Такой хороший старт для развития кооперативного движения, потому что мы закладывали именно такую идеологию, помогая создавать кооперативы для того, чтобы объединить всех небольших товаропроизводителей. Мы понимаем, что сегодня есть основная проблема по сбыту товара. Производить можно сколько угодно, вкладывать в производство тоже сегодня. Это понятный вид направления бизнеса, деятельности. А вот со сбытом всегда есть проблемы. Тем более, когда сейчас присутствуют у нас на территории и крупные сетевые магазины. Но эксклюзивность этого проекта, конечно же, качество продукции. То есть, заходя в этот магазин и беря продукцию с любой полки, здесь есть гарантия того, что это натуральная продукция, продукция, которая произведена здесь, продукция, которая прошла, наверное, не одну контрольную точку. Именно товар, который испытали сами покупатели. Я испытала, знаете, такое восхищение, что у нас увеличиваются предприниматели, готовят сыры, приходят, то есть в продаже свободно молоко натуральное, козье. Я даже вот сейчас вот думаю, скажите, пожалуйста, когда вот оно поступает, козье молоко? Внуки очень любят, внучки это молочко. Пусть побольше таких у нас магазинов в Ханты-Мансийске и вообще в России, и по России. Вот я горда, что у нас начинается вот это такое движение, и пусть эти бренды закрепляются. Совсем скоро кооператив возьмет на себя не только сбыт продукции югорских производителей, но и продвижение отдельных товаров на полки сетевых супермаркетов и рынки других регионов страны. Такие магазины и такие точки нужны нам по всей Югре, потому что это метод популяризации наших товаропроизводителей. Только через популяризацию, только через расширение рынков сбыта мы можем наших самозанятых, можем наших предпринимателей, малого и среднего бизнеса раскрыть им рынки. Мысль о создании сбытового кооператива в Югре зародилась еще в 2016 году. Что же мешало предварить ее в жизнь раньше? Как оказалось, ничего и не мешало. Просто не хватало одного пазла – активного, деятельного человека, который бы с желанием дела, с азартом взялся бы и реализовал проект. У каждого проекта должен быть какой-то драйвер. Вот такой драйвер, как Артем Владимирович, появился. И удалось ему собрать все-таки вокруг себя товаропроизводителей, кто занимается подобного рода бизнесом, и создать его. Потому что, к сожалению, немного таких энергичных людей, кто готов вести за собой. Вот именно рядом с такими людьми образовываются такие кооперативы. Председатель сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива «Ермак Агра» Артем Яснюк поблагодарил за помощь в новом важном деле правительства Югры. Молодой предприниматель рассказал, что помещение под торговые точки кооперативов приобрел за счет окружного гранта – 70 миллионов рублей. Совсем скоро еще два фирменных магазина откроют свои двери для посетителей – в Сургуте и Нижневартовске. На данный момент наш кооператив «Ермак Агра» открыл уже один магазин в городе Ханты-Мансийске. Сейчас ведутся работы, строители зашли на объект в городе Нижневартовске. Планируем открыть в январе-феврале 2019 года. Также ведутся работы в городе Сургуте. И сейчас помещение на стадии согласования также под магазин в городе Сургуте. То есть на данный момент открыт один магазин и три на этапе согласования, на этапе стройки. В первом квартале 2019 года планируем открыть четыре магазина. Продукты местного производителя – это далеко не сетевой ассортимент. Продавцы пока что единственного магазина, стопроцентно ориентированы на спрос потребителя. Еженедельные завозы продукции учитывают интересы своих клиентов. Спрашиваем покупатели, нам обращаются, говорят, что они хотят видеть в нашем магазине. Как бы мы к ним прислушиваемся и стараемся удовлетворить все их пожелания. Богатство рыбных деликатесов – оленины, кедровых орехов, клюквы, морожки, грибов – дают предпосылки развивать гастрономический туризм в Югре. Для этого в магазине «Ермак Агро» предусмотрена специальная дегустационная зона, где туристам будет представлена возможность попробовать и приобрести местные деликатесы, производимые под маркой «Сделано Югре». А мы ведь прекрасно с вами понимаем – все, что сделано в Югре – это очень вкусно, качественно и эстетично. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова